Здравствуйте! На канале Десна ТВ Новости с вами в студии Виталий Волков. В школах, техникумах и вузах начался новый учебный год. В регионе впервые за парты сели почти 10 тысяч первоклассников. Всего в регионе работают 367 школ, в них учатся более 93 тысяч учеников. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Мы ждем хороших успехов наших выпускников на олимпиадах, на конкурсах. Праздничные линейки в Десногорских школах. Здесь вы научитесь не только считать и писать, считать и решать сложные задачи. Здесь вы научитесь дружить и ценить дружбу. День знаний в Якимовичской школе. Мечтаем, чтобы тут беседка была современная, для детей была площадка, но поддерживать порядок, разбивка цветника – все это в наших руках. Красота и уют во дворах своими руками. Сводка криминальной обстановки в городе. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. 3 сентября во всех образовательных учреждениях Десногорска прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. День знаний – особенный день для всех учащихся, студентов и их родителей. Он наполняет ощущением праздника сердца многих тысяч людей – от школьника до профессора, объединенных неутомимой жаждой познания и радостью творчества. Черный низ, белый верх – в руках цветы любимым учителям. В нынешнем учебном году за партой в Десногорске сядут почти 3000 школьников. Первый раз в первый класс отправились 310 детей. На школьных линейках в Десногорске сегодня присутствовали и почетные гости. С днем знаний педагогические коллективы и учеников поздравили руководство города, представители Смоленской атомной электростанции, предприятия «Атомтранс», духовенство, уважаемые жители нашего города. Все мы начинаем взрослую жизнь со школьной скамьи. И в этот день вспоминаем своих первых учителей. Благодарим их за огромное терпение, внимание и любовь к детям. В этот день желаю всем больших творческих успехов, терпения, преодоления трудностей и целеустремленности. С праздником! Я вам хочу пожелать, чтобы вы, всегда учась в школе, не следовали принципу «выучил, сдал, забыл». Наоборот, чтобы вы обрели радость в постижении знаний, и тогда вам это поможет и в будущем, всю жизнь достигать определенных высот. Божьей помощи вам! Теплые слова, цветы, улыбки – все было в этот день. Первоклассники читают стихи, старшеклассники поют песни и танцуют. У школьников и родителей отличное настроение в этот день. У нас мальчик пошел в школу, в шестой класс. Ждем позитива, ждем хорошей учебы, ждем внимания от преподавателей, ждем новых знаний. Планирую стараться учиться на пятерке и четверке, но чтобы пятерок было больше. У меня дочь четвертый класс в этом году идет. Раду, конечно, учиться-то надо очень. У нас учительница очень хорошая, школа очень хорошая. День знаний – настоящий праздник и для преподавателей. Они всецело отдают себя работе и заслуживают глубокого уважения. Каждое достижение ученика – это личная победа учителя. При непосредственном участии педагога раскрываются таланты детей и вырастают все те, кто составляет гордость России. Мы ждем хороших успехов наших выпускников на Олимпиадах, на конкурсах, участия в конкурсах. Будем, надеюсь, участвовать в конкурсах «Росатома», в Олимпиадах «Росатома». И, естественно, мы очень хотим, чтобы школа наша росла, приходили к нам ребята. Тем более, у нас сейчас она обновилась, стала яркой, светлой, красивой. День знаний – новый этап серьезной работы, успехов и открытий. Он символизирует постоянное стремление ко всему новому и неизведанному. Мы учимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навыки. А старт этому всему дает школа. Минстрой предложил ввести обязательную установку счетчиков расхода энергоресурсов с функцией дистанционной передачи данных в многоквартирных домах. В 2020 году все вводимые в эксплуатацию новостройки будут оснащены счетчиками данного типа. Приборы будут посылать в расчетный центр актуальную информацию об объемах потребления ресурсов в режиме реального времени. Таким образом, потребители избавятся от обязанности сдавать показания счетчиков и контролировать сроки их поверки. Планируется, что нововведение сделает процесс начисления платы более прозрачным, сведет к минимуму потери ресурсов и позволит отследить нарушения со стороны недобросовестных пользователей. 1 сентября в Якимовичской школе прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Как встретили новый учебный год сельские школьники, смотрите в нашем сюжете. Долгожданная встреча с одноклассниками, море цветов и слова напутствия. 1 сентября – такое знакомое, но каждый раз особенное событие. Это самый волнительный день для тех, кто впервые переступает школьный порог. С Днем знаний школьников, педагогов и родителей поздравили почетные гости. Для Якимовичской школы этот год юбилейный, она отмечает свое 70-летие. За эти годы в стенах школы выучились и ушли во взрослую жизнь тысячи ребят. Для истории школы – это сегодняшний вид. Отдаваемых поклонений выпускников, ветеранов труда и мучителей. Изглавимые события, которые дают приказки, воспоминания о ярких буквах. Это открывает новые традиции в морщинской деятельности. За 70 минут существования школа пережила радость, годы и образование. Школа с радостью встречает новых учеников и с грустно провожает выпускников. На линейке отметили учеников, а это 30 ребят, окончивших школу в прошлом учебном году на оценке 4,5 и тех, кто достиг высоких результатов в спорте. Особую благодарность получили родители за воспитание детей и их успехи в обучении. В Якимовической школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. Педагоги активно работают в этом направлении. От Рослальской организации ветеранов боевых действий им были вручены благодарственные письма. Не могли в этот день не вспомнить и педагогов, которых уже нет с нами, и выпускников, погибших при выполнении служебного долга. Их память почтили минутой молчания. Конечно, в День знаний принято особенно чтить первоклашек, тех, для кого начинается новая, уже почти взрослая жизнь. В этом году в Якимовическую школу в первый класс пришли 9 мальчишек и девчонок. Особенные слова они услышали от своего первого учителя, классной мамы Любови Михеенковой. С сегодняшнего дня школа станет для вас вторым домом. Здесь вы научитесь не только считать и писать, считать и решать сложные задачи. Здесь вы научитесь дружить и ценить дружбу, научитесь быть добрыми и отзывчивыми, научитесь любви и уважению. И всегда рядом с вами будут ваши добрые наставники-учителя. Восемь молодых и талантливых людей покинут в следующем году стены родной школы. Будущие выпускники передали эстафету маленьким первочкам и пожелали удачи в освоении школьных наук. Дружки и Наташи, теперь мы первоклассники и смотрим на приятелей. Вчерашний свысока, они остались в садике, мои досташь и болели. Они еще не слышали школьного звонка, они еще не слышали школьного звонка. Федеральная служба по труду и занятости разрабатывает законопроект, который предусматривает механизм принудительного погашения задолженности по зарплате. В настоящее время он находится на финальной стадии готовности. Данное решение на законодательном уровне предусматривает ответственность собственника бизнеса за невыплату зарплат, в том числе, возможно, уголовную. В середине августа Росстат сообщил, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организации в июле 2018 года составила 42 тысячи рублей. Таким образом, она выросла на 10,7 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В январе и июле текущего года рост составил 11,1%. В предыдущих выпусках мы рассказывали вам о работе проекта «Комфортная городская среда». Десногорцы не только оценили результаты работы, но и сами проявили активность и вышли на субботник. Подробности далее. Двор первого дома второго микрорайона вошел в проект «Комфортная городская среда». Все работы подошли к финальной стадии. Во втором микрорайоне уложено новое асфальтное покрытие дороги и тротуаров, установлен новый бордюрный камень, расширена парковка. Десногорцы, которые в прошлом году проявили активность и стали участниками проекта, в этом году уже сами продолжают благоустраивать свои дворы. Вооружившись граблями, метлами и мусорными мешками, они расчистили придомовую территорию от мусора сухих веток, обозначили парковочные места. До конца приводим в порядок после работ законченных, чтобы вот эта грязь, которая, земля, которая на новый асфальт, на чистый не попала. Ну и все остальное в порядок приводим и главное разметку сделать на новой парковке. Изъявили желание собраться вместе и что можем, то сделать. Я благодарен людям, которые действительно вышли вот сейчас очень активно, сами. Дальше будем, сейчас будем продолжение делать, благоустраивать это на 2019 год. Жители любого дома нашего города могут принять участие в проекте «Комфортная городская среда». Участие в программе абсолютно бесплатное. Необходимо только собраться вместе и подать заявку в администрацию, как это сделали жильцы уже шести домов. Провели собрание, секретарей выбрали. Ну как положено, все это мы сделали. Сходили в горсовет, нам сказали, наберете 50%, значит получится. Нет, мы набрали 70%. Мечтаем, чтобы тут беседка была современная, для детей была площадка. Ну а поддерживать порядок, разбивка цветника, все это в наших руках. Спасибо администрации, что поддержала проект. И пусть нам не завидуют, а действуют вслед за нами таким же способом, дружно, коллективно, организованно. Заявки для участия в проекте «Комфортная городская среда» принимаются в администрацию с 16 ноября по 5 февраля. Вдоль российских дорог установят знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим, исходя из текущих дорожных условий. Знаки с переменной информацией планируют размещать на автомагистралях и скоростных дорогах. Скорость движения транспорта будет регулироваться в зависимости от осадков и видимости. По мнению экспертов, электронные знаки обойдутся России в 5-10 раз дороже, однако позволят повысить безопасность на дорогах. К 2030 году правительство планирует снизить уровень смертности на дорогах практически до нуля. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет подполковник внутренней службы Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 123 сообщения о происшествиях, из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 95 административных правонарушений, в том числе 69 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 14 человек. От классики до современности в Смоленске прошел фестиваль ретро и тюнингованных автомобилей. Более 60 участников доказывали друг другу, что именно у его машины лучший автозвук, внешний вид и техническое состояние. Некоторые автомобили отечественного производства уже давно сошли с конвейера, однако их владельцы говорят, что этот факт лишь добавляет им ценности. Организаторы считают, что такой конкурс привлекает внимание к соблюдению правил перевозки детей. Однако смоляне приходят сюда в первую очередь, чтобы полюбоваться на машины, остающиеся на ходу благодаря любви их владельцев. А теперь коротко о погоде. 4 сентября в Десногорске ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 15. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся.